Сегодня мы с тобой поиграем в игру Beholder. Предложил вот этот человек, сказал, что это что-то расслабляющее от хорроров и головоломок. Давай посмотрим, что это. У нас есть уровень сложности. Элита Гаспарата, вы оконитесь в оригинальную атмосферу игры, впереди нелегкий выбор и трудные задачи. Либо же стажер. Государственный отель, ключевые статьи расходов снижены, а доходы увеличены. Давай мы попробуем со стажера. Уважаемый Карлштейн, рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося по адресу 6 Крушвице, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Как-то все мрачно. Как-то все очень мрачно и мне это очень не нравится. Какое-то у него мрачные воспоминания. Мрачное серое. А это не его воспоминания. Это не его воспоминания. Все, я понял. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата. Министерство распределения. Ну как-то полумрачное какое-то начало. Так, вот мы прибыли. Ого. Это чем-то напоминает Фоллаут и одновременно как достать соседа. Это вот какой-то... Смешанный комплекс этого всего. Вы должны быть Карл. Добрый день. От министерства порядка приветствую вас на вашем новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятие об обработке здания от вредителей. Не обращайте внимания. Возмутиться согласиться. Ну я даже не знаю, как-то это все... Давайте немножко возмутимся. Я не могу закрыть глаза на то, что из квартиры, где мы будем жить, выводят человека в наручниках. Правильно, какого хрена? Приходишь ты такой в квартиру, а там выводят человека в наручниках. Я не понял. Отлично, ваша работа как раз и состоит в том, чтобы держать глаза и уши открытыми. Ваш предшественник не справился с простой работой. Все, чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И под словом все вы подразумеваете... Под словом все я подразумеваю абсолютно все. И вы будете следить за каждым их шагом. Фокусировать любую подозрительную деятельность. Если, конечно, хотите зарекомендовать себя как хороший сослуживец. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записать и хобби. Увлечения и просто разговоры. Как я это буду делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом вам помогут камеры наблюдения. Но давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления домом. Неужели вам нужна моя помощь? Использоваться помощью? Да, давай посмотрим обучение. Я не откажусь от вашей помощи. Я помогу вам разобраться. Смотрите внимательно вокруг. Для начала ваш рабочий журнал от всего будет находиться справа. А, вот он. Подвал. Квартира номер один. Квартира номер три. А, и это на ремонте. Звук. Директивы правительства. Счета. Понял. Пролистайте вкладку и ознакомьтесь с ней. Да я уже ознакомился. Чуть еще надо. Музыка есть, народ есть. Все путем. Чуть еще надо. После продолжим разговор. Да я уже просмотрел. Все, чуть не надо. Вернемся к наблюдениям. Установите в доме камеры наблюдения. Это существенно облегчит вам работу. Судя по документам, вашему предшественнику было выдано две камеры. Найдите их в вашем кабинете. Он справа от жилой комнаты. Вот он. Топай сюда. Топай сюда, кому говорят. Он так бегает забавно. Он как пеновинчик. Так. Осмотреть. Боже, что там? Так, две камеры. Нажмите на предмет, чтобы посмотреть его описание. Взять все. Взял. Иди сюда, пингвин. Я буду снять тебе пингвинчик. Отлично, вы нашли камеры. Вам нужно установить в общей столовой. Следуйте за мной. Пойдем, пингвинчик. О, тут все анализация есть. Так. Нужно разместить две камеры. Одна камера. Одна камера. Вторая камера. Классно. Мне это начинает нравиться. Ну, по крайней мере, пока это обучение. Дальше что? Ну, я уже установил камеры. Я уже все... Что-то оно, видимо, немножко подлагнуло. Вижу, пока вы неплохо справляетесь. Вот ваша первая награда. Мани. Дальше. 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 За день вы можете покупать необходимые предметы в магазине. Надо поговорить с начальником, чтобы получить должнейшие указания. Очки авторитета. Ваша репутация. Их платят за выполнение заданий. Вы можете использовать их для личных целей. Например, для убеждения окружающих. К сожалению, меня ждут дела в министерстве. Однако, вы можете в любой момент позвонить мне со своего рабочего места. По обыданному телефону, чтобы задать любой вопрос. И, кстати, я настоятельно не рекомендую вам, Карл, игнорировать звонки на этот телефон. Помните, что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу и выполнению директора. И указаний от министерства. Это ваш хлеб, вода и воздух. Теперь перейдем к главному. В доме проживает несколько человек, которые находятся в зоне риска. Ваш предшественник не смог навести в доме порядок. Надеюсь, вы окажетесь благополучнее. Как я могу это сделать? Во-первых, внимательно наблюдайте за жильцами. Как только соберете доказательства правонарушения, пишите рапорт. А об остальном позаботятся наши дражи порядка. И скажу вам по секрету. Ваше великое государство может быть очень благодарным тем, кто хорошо выполняет свою работу. А потому министерство может закрыть глаза на подлог улик. Или на шантаж в случае, если это поможет достичь результатов. Ну как сказать? Я сделаю все возможное. Мне нравится ваше рвение. Не медлите со звонком в ваше ведомство. Вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. И последнее. Ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Только убедитесь в том, что жильцы вышли из квартиры, прежде чем в нее заходить. Ага, все, я понял. Многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что частная жизнь это их личное дело. Ну вообще-то да. Типа личная жизнь это личная жизнь каждого, нет? Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. Так, у нас есть первое задание. Начальник сказал позвонить в министерство. Боже, детский смех. А, нет, нет. Иди просто сюда. Позвонить. Министерство порядка. Ваш звонок принят. Здравствуйте, Карл. Вы знакомились с основными должностными инструкциями. Готов получить задание? Готов к заданию. Установите наблюдение за жильцами квартиры номер 2. Там проживает Яков Минишек. Необходимые камеры вы можете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожность. Заходите в квартиру к жильцам, когда их нет дома. Угу. Ну, у меня всего 500. И 5 этих. Жена, что ты пишешь? О, мы сможем вот так это отдалять даже. Вот, тут какой-то чел сидит. Грустный человек сидит. Давай закончим разговор. Сина, что ты там пишешь? Давай все смотрим. Что ты там пишешь? Так, взять все. Расческа, книга. Ну, давай пока... Мы можем пока выйти на улицу. О, машинки ездят. Интересно, а меня мог бы сбить машины, если бы тут все было? Так, нам, я так понимаю, нужно на второй этаж. Так, ну вроде тут никого нету. Давай попробуем зайти. А, квартира номер 2, вот она. Значит, нам сюда надо. Ну, тут никого нету. Давай попробуем открыть. Так, что тут есть? А, ты не можешь зайти? Почему ты не можешь зайти? Ты кто? Ты местный торгаш? Мое почтение, торговать. Да, это местный торгаш, слышишь? А теперь посмотрите. Там. Мне нужны камеры. У тебя нет камер? Ты бесполезен, ты знаешь это? Ты бесполезный кусок хлама. А машине типа пофиг, что мы стоим на дороге, да? Где мне купить камеры? Так, ну я без понятия, где брать камеры? Видимо, все-таки у того торгаша. А, тут ничего нету. Давай посмотрим. Тут кто-то есть? Тут никого нету. Давай мы зайдем внутрь. Осмотрим все. Ничего нету. Под столом тоже. Опа! Это что такое? Так, ты не сюда, ты не сюда. Давай еще посмотрим здесь. Ничего нету. И выйдем. Выйдем и пойдем домой. У нас с тобой есть бутылка. С острым краем. Я так понимаю, нам надо позвонить и сказать об этом. Я так понимаю, нам надо позвонить и сказать об этом. Данное. Ага. Данные бумаги будут оправлены. Все, понял. Ладно, нет, не понял. Будем потихоньку разбираться, потому что я, как понимаю, вообще ноль. Становите камеры. Становите камеры. Какие камеры? У меня нету камер. О, мы можем с тобой поговорить. Здравствуйте. Познакомиться. Здравствуйте, Карл. Я управляющий этим домом. Рада познакомиться. Я Мария. Вы приехали сюда с семьей? Да, мы тут совсем недолго. Будем рады познакомиться. А ты? Ты кто? Здравствуйте. Познакомиться. Новый управляющий домом. Я... Кларс Шупер. Новый управляющий домом? Да. Постараюсь. Спросить про дом. Этот дом принадлежит вам? Да, все верно. Когда-то он принадлежал моей семье. Я хотела организовать в нем пансионат для одаренных детей. Но его передали в общежитие. Все не так страшно. Вы не видели жилые блоки уровня D? Вы правы. Наше положение не самое плохое. На свободе можно играть в шахматы. Это стоит... Дорого. Дорого стоит. Опа. То есть то, что мы говорим с жильцами, нам дает... Мани. Не мани, а репутейшн. Понял. Что тебе нужно от почтенного работника архива? Познакомиться с собой хочу. Пришил представиться. Я Карл Новый управляющий. Марк Раник. Почтенный работник государственного архива. Вынужден жить в беззаботном доме. Надеюсь, ты тут порядка наведешь порядок. Роза работает в столовой. Сколько я ее помню, настоятель постоянно возится на кухне. Она так любит готовить, что сделала это своей профессией. Так, ну мы уже немножечко... Опа. Познакомились с жильцами. Он любит шахматы. А вот мы о своих типа ничего не знаем, да? Давай еще посмотрим, что здесь. Давай откроем. Туда мы можем, интересно? Тихо. О, предсын. Окончить разговором. Я не хочу с тобой общаться. Может нам почта пришла какая? Понял. В почте ничего интересного. Что насчет этого? Тут тоже никого нету. Давай зайдем. Ворвемся прям с ноги, так сказать. О, торгаш. Может у тебя на этот раз будет камера? Может ты на этот раз не будешь бесполезным мусором? Торговать. Ты все такой же бесполезный мусор, как и раньше. Короче, я вот что пропустил. Давай зайдем. Оказывается, было бутылку забирать не обязательно. Можно было просто положить ее на место и нажать на красный цвет. Вот так сделать. Это было бы куда лучше. Давай еще раз все хорошенько проверим. О, здрасте. Тут еще азартные карты есть. Вот все мы что-то пропустили. Все что-то попропускали. Тут ничего. Ну тут бутылку мы поняли. Мы прятали ее туда. Давай шкаф проверим. Ничего. Я немножечко дебил. Знаешь почему? Смотри. Вот эта кнопочка, я ее не видела. Давай купим две разных камеры. Зайдем. И сейчас все будет. Два поставим на два. И все. И теперь идем домой. Позвоните в министерство. Давай сейчас позвоним в министерство. Где наш пингвин? Вот он. Набрать номер. Набрать номер. Министерство. Министерство порядка. Поздравляем вы успешно выполнили свое первое задание. На ваш счет пришла премия. 500 баксов и 50 очков. По получению информации Якова нарушает директивы правительства. Проследите за ним, используя камеры видеонаблюдения, когда жилец делает что-то запрещенное в зоне действий камеры. Иконка действия становится цветной. Нажмите на кнопку, чтобы собрать улики. Продолжайте собирать улики. Опа. О, кто-то уже спит. Интересно, нам нужно написать типа рапорт или что-то в этом роде. А, когда он делает что-то незаконное? Незаконная. Незаконная. Что ты делаешь незаконное? Опа. Ах. Одну мы собрали улику. Вот это я осуждаю. Пошли писать рапорт? Чё это ты вдруг, а? Нельзя таким заниматься. Плохо такое делать. Так. Выберите иконку для заполнения. Так, гражданин. Так, ты кто? Ты Яков. Яков. Номер квартиры 2. Правильно ж? Нарушение номер. Нарушающий номер. Не знаю какой. А, вот. 6141. От 2-го числа. Вот как это нужно делать. Яков. Квартира номер 2. Директив вот этот. 2-го числа. Всё, отправить. Результаты будут указаны. Опа. Опа. А ты посмотри, кто приехал. А приехали грозные дядечки? Ой. Прости, мужик. Но такова моя работа. Ой. Тише. Что за насилие? Я это осуждаю. Что-то мне всё больше и больше начинает не нравиться эта игра. Где-то собрались. Давай мы с тобой, наверное, на этой ноте пока закончим. О. Отлично. Один рапорт есть. Давай мы с тобой пока что на этом закончим. Посмотрим, понравится ли тебе игрушка или нет. И из этого уже будем либо продолжать, либо нет. Я надеюсь, тебе понравилось. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok